Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем тему «Система высшего образования. История и современность. Возникновение и развитие высшего образования». Сегодня на уроке мы определим изменения и преемственность в развитии высшего образования в контексте исторического развития. Сравним современные модели высшего образования, выявляя их особенности и преимущества. Рассмотрим, какова же была система высшего образования в XIX-XX веках. В течение XIX века роль религий в университетах значительно уменьшилась. Курсы духовного образования постепенно ушли на второй план и были выведены из университетской программы обучения. Новые университеты стали более независимыми от церкви. Учреждение, открытое Наполеоном во Франции, открытие светского университета, отделило высшее образование от католической церкви. В Оксфорде и Кембридже еще в 1854 году роль религии уменьшилась, университеты стали больше заниматься научно-исследовательской деятельностью. В XIX веке утвердились две основные модели университета. Это немецкая и французская. Немецкая модель была основана на идеях ученых Гумбольта и Шлейермархера. Гумбольт немецкий филолог, философ, языковед, государственный деятель. Шлеймархер немецкий философ, теолог. Шлейермархер считал, что профессор должен демонстрировать студентам акт создания нового знания. Основная цель Гумбольта состояла в демонстрации процесса получения нового знания и в обучении студентов принимать во внимание фундаментальные законы науки в процессе своего мышления. Обучение происходило главным образом в виде семинаров и лабораторных работ. По мнению Гумбольта, в Центре университетского образования должно быть непосредственное участие студентов в научных исследованиях. Университетский преподаватель более не учитель, а студент не ученик. Вместо этого студент самостоятельно проводит исследования, а профессор руководит им и поддерживает студента в его работе. Необъемлемой частью концепции Гумбольта были свобода действий и свободная конкуренция между профессорами. Хотя профессора состояла на государственной службе, профессора могли свободно выбирать университет. Их имя и престиж, а следовательно и возможность найти работу зависели только от уровня исследований и специализации в той или иной научной дисциплине. Берлинский университет Гумбольта, старейший из университетов Берлина, основан 16 августа 1809 года по инициативе Вильгельма фон Гумбольта. Занятия в университете начались в 1810 году, когда на тот момент было зачислено 256 студентов, а в 2008 году их было 34 612. Преподавание велось на юридическом, медицинском, философском и теологическом факультетах. Естественные науки были в то время основной частью факультета философии. Основным постулатом концепции Гумбольта была тесная связь обучения и исследовательской работы. Выпускниками этого университета было примерно около 57 нобелевских лауреатов. Преподавателем данного университета был Роберт Кох, немецкий врач, микробиолог, гигиенист, лауреат Нобелевской премии по медицине. В 1882 году Роберт Кох создал псевдовакцину туберкулин, и в 1905 году он получает Нобелевскую премию. Обучались в данном университете физик-теоретик, основатель теории относительности, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года, общественный деятель Альберт Эйнштейн. Немецкий физик, теоретик, основоположник квантовой физики Макс Планк, лауреат Нобелевской премии по физике. Кроме данных ученых, также среди выпускников, преподавателей университета можно отнести философа Фихте, Шлейермархера, Гегеля, Савиньи, Шопенгауэра, Шеллинга и т.д. Во французских университетах господствовала жесткая дисциплина. Если в немецкой модели высшего образования у профессоров была свобода и рейтинг профессоров зависел от их научной деятельности и научных открытий, то престиж преподавателей во французской системе зависел не от личных заслуг, а от репутации оконченного им учебного заведения. Администрация строго контролировала расписание, программу занятий, присуждение степеней. Следует отметить, что британские университеты приняли именно немецкую модель высшего образования. А в России, несмотря на то, что множество профессоров были из Германии, но общий распорядок учебной программы был схож с французской моделей высшего образования. В XIX веке в Гарвардском университете на первый план вышли такие ценности в системе образования, ценность человека, его права и способности. Появилось студенческое самоуправление. XX век для Гарварда был переломным. В 1900 году создается Ассоциация американских университетов. И в первой половине XX века Гарвард был открыт для выходцев среднего класса, а также для представителей других рас, этносов и религий. Здесь учились католики, евреи, латиноамериканцы и так далее. В стенах Гарвардского университета учились и преподавали более 40 нобелевских лауреатов. Сегодня Гарвард имеет крупнейшую в мире научную библиотеку, фонд которой состоит из 18,9 миллионов томов. Более 60% сегодня получают финансовую поддержку от университета, в которой помогают покрывать стоимость обучения в Гарварде, страховку, проживание и питание. Также в Америке была создана Лига Плюща. Это ассоциация восьми частных американских университетов, расположенных в семи штатах Северо-Восточной Америки. Это название происходит от побегов Плюща, обвивающих старые здания в этих университетах. Университеты, входящие в Лигу, отличаются самым высоким качеством образования. В Лигу Плюща входит Брауновский университет, Гарвардский университет, Дартмутский колледж, Ельский, Колумбийский, Корнеллский, Пельсинванский и Принстонские университеты. Оксфордский университет занимает лидирующие позиции в престижных рейтингах университетов мира. По оценке рейтинга мировых университетов в 2016-2020 годах университет занял первое место в мире. В настоящее время в Оксфорде обучается более 20 тысяч студентов, около четверти из них иностранные. Основные направления подготовки студентов – гуманитарные, математические, физические, социальные науки, медицина, наука о жизни и окружающей среде. Оксфорд использует в обучении систему тьютерства. Над каждым студентом учреждается персональная опека специалистов по выбранной специальности. Оксфорд – не только университет, но еще и крупнейший научно-исследовательский центр. У Оксфорда больше сотни библиотек, самая обширная университетская библиотека в Англии и музеев – свое издательство. Многие современные университеты действуют как учебно-научные практические комплексы. Рассмотрим современные модели высшего образования. Первая модель направлена на получение и тиражирование знаний. Модель либерального образования. Здесь образование нацелено на потребности отдельной личности, а не общества. И главное здесь – поиск истины. Второе направление – получение практической высококлассной подготовки. Это модель утилитарного образования. Здесь модель решает насущные социальные проблемы. И направлена на получение прагматической профессиональной подготовки. А также во второй половине XX века появилась третья модель высшего образования. Третья модель университетского образования. Модель в США. Модель профессионально ориентированного коммерческого университета, который мало отличается от коммерческих предприятий. Данная модель ориентирована на современный рынок труда. Заявлена новая концепция университета. Это университет превосходства, совершенства, высокого качества. Основной месседж. Университет больше не служит центром концентрации и воспроизводства национальной культуры, а превращается в подобие бизнес-корпорации. В идеале – транснациональную корпорацию. Университет превосходства – это место развития человеческих ресурсов, человеческого капитала. В конце XX века появилась еще одна тенденция в развитии высшего образования – стремление выйти за национальные рамки. Это связано прежде всего с баллонским процессом. Баллонский процесс – это процесс сближения и гармонизации систем стран Европы с целью создания единого европейского пространства высшего образования. 19 августа 1999 года была подписана Баллонская декларация, и на сегодняшний день ее подписали 48 государств. Задача – повысить конкурентоспособность европейского образования и обеспечить совместимость национальных систем высшего образования. Основные цели баллонского процесса – расширение доступа к высшему образованию, повышение качества европейского образования, расширение мобильности студентов и преподавателей, обеспечение трудоустройства выпускников вуза, так как все квалификации ориентированы на современный рынок труда. В 2010 году в Будапеште Казахстан присоединился к баллонскому процессу. Казахстан стал первым центрально-азиатским государством, признанным полноправным членом европейского образовательного пространства. А теперь я предлагаю закрепить полученные знания. Ответьте на вопрос, что не входит в структуру университета. Правильный ответ. В структуру университета не входит класс. Подведем итоги урока. Образование, прежде всего высшее, играет исключительно важную роль в современной жизни нашей цивилизации. Интеллектуальный потенциал нации, который в первую очередь создается системой образования, является определяющим фактором прогрессивного развития стран и народов. Современное образование и высшая школа во многом определяет завтрашний и послезавтрашний день общества. Каким оно будет? И какое место будет занимать в жесткой конкурентной борьбе в мире? Что будут представлять из себя граждане? Решение актуальных проблем высшего образования и науки в современном мире органично связано с обеспечением безопасности страны, созданием благоприятных возможностей для устойчивого развития общества и творческой самореализации его граждан. На этом наш урок подошел к концу. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова